Гость сегодняшнего диалога Индира Кайлыбаева, сертифицированный финансовый аналитик, имеет 12 лет опыта работы в консалтинге, частых компаний и квази-государственном секторе. Стипендиат британской программы Чивнинг, выпускница университи Колледж Лондон и Назарбаев Юниверситета, ведет подкаст и курс по финансовой грамотности. Индира, сегодня нормальная такая тема, что казахстанцы покупают товары в кредиты, в рассрочку, и не всегда задумываются над тем, а нужно ли это. Как вы думаете, какая ситуация сегодня на самом деле в умах казахстанцев, когда они совершают эти бездумные покупки, как этого избежать? Да, очень актуальный вопрос про рассрочки, про жизнь в кредит. Я вот иногда думаю, как люди раньше жили до того, как это все было настолько доступно. И я считаю, очень хорошо жили, потому что у людей был естественный барьер при совершении импульсивных покупок. Если ты хочешь купить дорогой телефон, маме подарок, еще что-то, ты заглядываешь на свои банковские счета, свой кошелек, считаешь, и ты понимаешь, так, если я сейчас это куплю, до конца месяца мне придется на Роллтоне жить, да? А сейчас этого нет. Пожалуйста, банки хотят тебя посадить на этот крючок. И банки зарабатывают на обеих сторонах, да? Они зарабатывают, естественно, на продавце. Продавцы, чтобы вы понимали, не просто так по доброте душевной вам дают на 24 месяца рассрочку, они закладывают туда огромную маржу, и эту маржу, естественно, вы платите. Сказок в жизни не бывает. Да, бесплатного сыра в мышеловке тоже. И если посмотреть на среднего клиента, представьте, вы клиент осознанный, у вас есть депозиты, у вас есть подушка безопасности, и вам нужен, например, какой-то дорогой гаджет. Вы можете себе его позволить за наличку, но вы думаете, ну, могу, в принципе, взять в рассрочку эти деньги положить на депозит, и эти деньги на депозит будут расти. И менее осознанный человек, у которого денег в наличке нет, но есть это интенсивное желание совершить импульсивную покупку. И представим, этот человек через полгода потерял работу. Работы нет, подушки безопасности нет, доходов нет, есть огромные кредиты. Вот так начинается общение с коллекторами, долговая финансовая яма и так далее, и так далее. Вот поэтому мой совет – будьте как первый человек, не будьте как второй. Некоторые рекомендуют давать детям карманные деньги и не давать больше никогда. То есть имеется в виду только определенную сумму, и тогда ребенок понимает, что у него есть какая-то сумма, он может рассчитывать на нее через какое-то время, и, соответственно, купить желаемую какую-нибудь вещь через энное время. И тем самым он учится планировать. Что бы вы посоветовали родителям? Мой совет родителям – это не создавать детям неправильные денежные установки. Потому что когда ребенок, ну, маленький, малыш что-то просит в магазине, я вот иногда слышу, как родители говорят «денег нет!» Или еще хуже, они говорят «вот, я сейчас это куплю, а потом мы будем там голодать». И разными-разными фразами, и, может быть, в родительском диалоге ребенок это может услышать, когда родители вот дают такую установку, что деньги зарабатываются очень сложно, да, вину даже создают у ребенка, который боится потом лишний раз что-то попросить. И с этими потом установками ребенок в взрослую жизнь там выходит, добирается до всего, да, до вот этих вот рассрочек и прочее, прочее, и начинается вот это вот какое-то там перепотребление. Есть такое понятие, как гедонистическая адаптация, да. Человек очень быстро адаптируется вот к чему-то новому, да. Купил гаджет, первые два дня порадовался, и потом уже это так сильно не радует. У детей то же самое. Вот то же самое. И чтобы ребенок понимал ценность вещи, да, которую он пришел, выпросил, мы тут же купили, когда он сам на это копит, когда он сам откладывает деньги, может быть, где-то зарабатывает уже, да. Ценность денег совсем другая, и ценность вещей совсем другая, да. И тогда уже ребенок, когда это его деньги, он думает так, ну, может быть, мне не нужен этот лего, в принципе, там, приоритеты совсем меняются, и мне кажется, это вот правильный посыл, который закладывается совсем маленького возраста. Как бы вы посоветовали сегодня планировать бюджет семьи, да, скажем так? То есть, есть там определенный приход денег, да, есть определенные обязательные траты. И, опять же, одно о чем вы только что говорили, что есть риски, есть риски, которые могут возникнуть. То есть, это и потеря здоровья, и работы, и какие-то трудные, там, незапланированные ситуации. Мне очень нравится подход 50-30-20, когда 50% от дохода семьи – это обязательные расходы, да, это наши квартплаты, ипотеки, садики, школы и так далее, там, транспорт. 20% – это накопление и инвестиции. Накопление, как раз, вот как мы с вами обсуждали, создается некий фонд, там, фонд на отпуск следующего года, какой-то резервный фонд на непредвиденные обстоятельства, куртка, соседи затопили, так далее. Зуб заболел, как раз. Зуб заболел, да. Никогда не предвидишь, но когда у тебя какая-то кубышка есть, какой-то депозит, вот, легче спать. И 30% – это так называемые, не знаю, хотелки или лайфстайл, как хотите называйте, да. Потому что, ну, очень сложно, там, когда тебя приглашают в гости, не пойти, сказать, ну, извините, этого нет в моем бюджете. Или прийти без подарка, да. Или прийти без подарка, или отказаться от всех кафе, от всех развлечений. Ну, это невозможно, да. Но нужно просто ограничивать себя, да. Во что бы вы рекомендовали вкладывать деньги? Вот все-таки я уверен, что у вас есть какие-то уже четкие кейсы, которые работают. Я заметил, что многие казахстанцы сегодня начали участвовать в IPO, покупать акции. Но, опять же, вопрос в количестве покупаемых акций, да. Есть ли у вас брокер, который в дальнейшем ведет эти акции? Что скажете на этот счет? Смотрите, я всем рекомендую создавать себе два отдельных брокерских счета. Один брокерский счет – это вот ваша пенсионная история. Это долгосрочные активы, которые вам не нужны в ближайшие 10-20 лет. Их только пополняем, пополняем, пополняем. Желательно ежемесячно, можно ежеквартально, но как-то регулярно, да. Это в основном индексные фонды, да. То есть что такое индексный фонд? Что такое ETF? Это фонд, который выбирает в себя огромное количество разнонаправленных активов. То есть вы покупаете за 400 долларов всего лишь одну акцию этого фонда. И фонд сам на эти деньги идет и покупает 500 самых капитализированных компаний США или 100 самых технологичных компаний. Или есть фонды, в которых там 3600 компаний. Физическому лицу нереально себе обеспечить такую диверсификацию. То есть купить 3600 акций – это невозможно. Но можно купить акцию вот такого фонда. И краткосрочная история – это вот как раз-таки, когда люди хотят вложиться в IPO, вложиться в какие-то отдельные акции. То есть у них есть такая гипотеза. Я куплю вот акцию нефтяной компании, и она там через год вырастет на 50%. Может вырасти, а может не вырасти. Это IPO-общество, там такой достаточно рискованный тип инвестиций. Да, поэтому это краткосрочная история, среднесрочная история. Да, это история, может быть, 20%, 10% от вашего общего портфеля. Это там, что называется, поиграться, попытаться заработать. Конечно же, нужно подбирать активы, инструменты под свои цели. Если у меня есть среднесрочная цель – через 10 лет выучить ребенка в университете, то, конечно, я не буду в рискованные активы вкладывать. Я буду покупать еврооблигации, я буду покупать ETF на облигации, да, с конкретным сроком погашения, чтобы на эти деньги потом оплатить обучение своему ребенку. Жена Казахстана, каким вы его видите, каким бы вам хотелось его видеть? В плане финансов, личных финансов, мне бы очень хотелось, чтобы люди брали ответственность за себя, да, чтобы люди понимали, что все, что я накоплю, все, что я стою, да, вот это американское «What is your net worth?», да, какой твой собственный капитал? Это все ваши активы, за минусом всех ваших долгов, обязательств, и чтобы люди осознанно приходили к тому, чтобы этот их собственный капитал рос, да, чтобы и депозиты росли, и инвестиционные счета росли, и активы росли, да. И это, знаете, вот такая, как игра монополия, только это ваша жизнь, да. Какие активы вы, там, пройдя определенное количество кругов у себя скопите, и какие дивиденды вы будете от этого получать, зависит только от вас. И в Жена Казахстана я хочу, чтобы люди брали на себя эту ответственность и очень осознанно относились к деньгам, с уважением относились к результату своего честного труда. И тогда, я думаю, что мы достигнем всех показателей, которые сами перед собой ставим. Я благодарю вас за то, что наше утро началось с этой встречи, с этой беседы, и по традиции желаю вам успехов и хорошего дня. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!